Радио «Вера» представляет Преподобная Феодора и ее муж жили в Александрии в V веке. В их семье царили любовь и согласие, но один богач прельстился красотой Феодоры. Он преследовал женщину, угождал ей и склонял к связи. И однажды Феодора сдалась и изменила мужу. Тут же она раскаялась, возненавидела себя и покинула родной дом, потому что считала, что недостойна жить рядом с супругом. Знакомая игуменья увидела отчаяние женщины и напомнила Феодоре о божественном прощении. Грешница решила всей дальнейшей жизнью загладить перед Господом свой промах. Но Феодора опасалась, что муж найдет ее в женском монастыре. Она переоделась в мужскую одежду и стала послушником, а потом и монахом мужской обители. Даже опытные иноки удивлялись смирению, терпению и самоотверженности монаха Феодора. Однажды подвижника оклеветали. Некая девица заявила, что родила ребенка от инока и подбросила младенца в монастырь. Феодор со смирением встретил презрение остальных и ушел с мальчиком в пустыню. Лишь через семь лет настоятель разрешил монаху вернуться. После смерти Феодора открылась правда. Игумены, братья монастыря со слезами просили прощения у покойной за то, что поверили в клевету. Муж и воспитанник Феодоры приняли постриг в этой же обители. Житие преподобной Феодоры напоминает нам о житии другой раскаявшейся грешницы, преподобной Марии Египетской. Пример этих святых подвижниц дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Церковь обращается к преподобной Феодоре. Моли Бога о нас. Преподобный Силуан Афонский в миру Симеон Антонов родился в 1866 году в Тамбовской губернии в крестьянской семье. Мальчик вынужден был оставить школу и трудился вместе со старшими. Он рано решил принять монашеский постриг, но семья воспротивилась этому, и Симеон отправился на военную службу. Другие солдаты отзывались об Антонове. Он умом на Афоне. Вскоре мечты юноши сбылись. Он принял постриг с именем Силуан на Святой горе Афон в русском Пантелеимоновом монастыре. Жизнь монаха была проста и внешне ничем не примечательна. Сначала его послушанием стала тяжелая работа на мельнице. Потом он заведовал мастерскими, торговой лавкой. 46 лет старец прожил в обители. Сохранились его заметки и письма духовным детям. В них отразились искание и опыт монаха, его понимание веры и цели, и смысла жизни. Ну а жизнь самого Силуана Афонского, по воспоминаниям современников, была высоким подвигом любви к Господу. «Мир стоит молитвою», — говорил инок. «А когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он прозревал будущее человека, открывал глубокие тайны его души. В 1938 году схемонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближнему. Преподобный Силуан Афонский писал, «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Церковь прославила в лике святых его самого. И теперь мы обращаемся к преподобному. Моли Бога о нас». Священный мученик Николай Подьяков родился в 1867 году в селе Подосиновец в Вологодской епархии. Он получил образование, женился и стал священником в родном селе. После революции быстро стало понятно, что новая власть воспринимает духовенство как врага. Прихожане отца Николая беспокоились за жизнь пастыря и установили постоянное дежурство в храме. 24 сентября 1918 года Подьяков совершил отпевание прихожанина и с его родственниками пошел на кладбище. Туда к нему прибежали из церкви. «Отец Николай, прячьтесь, сегодня вас приедут расстреливать». Священник пошел домой, собрал там своих детей и долго беседовал с ними. Был он при этом спокоен и сосредоточен. После полудня в село прибыли каратели. Они ворвались в избу отца Николая и, чтобы священник не смог бежать, выстрелили ему в ногу. Затем отнесли раненого за околицу к большой яме. Протеерея Николая Подьякова долго и мучительно истязали перед смертью. Потом к телу привели священника из соседнего села, отца Виктора Усова. Ему приказали отпеть замученного протеерея. После молитвы один из палачей убил отца Виктора. Лишь через полгода власти разрешили похоронить священников. На месте их погребения сейчас установлен памятный крест, а мученики прославлены в лике святых. Мученик в понятии церкви и в переводе с греческого значит «свидетель». Это человек, который жизнью своей, пролитой кровью, свидетельствует об истине христианской веры. Русская Православная Церковь чтит подвиг священно-мученика Николая Подьякова и тысяч других священников и простых христиан, пострадавших в XX веке. Мы обращаемся к ним со словами молитвы. Молите Бога о нас! Священно-мученик Карп Эльб родился в 1869 году в Лифлянской губернии современной Эстонии. Он был родом из крестьян, но получил образование и нашел свое призвание в педагогической деятельности и служении церкви. Карп окончил учительскую семинарию. Несколько лет он был диаконом в Пюхтицах. Незаурядные таланты Эльба оценил настоятель эстонского прихода в Санкт-Петербурге, священник Павел Кульбуш. Он предложил Эльбу стать диаконом в его храме. Карпа пригласили преподавать сразу в нескольких учебных заведениях. В двух из них, приюте и эстонской школе, он работал бесплатно. Карп Эльб за свою педагогическую деятельность был не раз отмечен правительственными наградами. Он стал священником в 1918 году. В 1937-м отца Карпа арестовали. На допросе его обвинили в контрреволюционной пропаганде и в выпадах против советской власти. Священник своей вины не признал. Первый допрос стал для отца Карпа последним. Его приговорили к расстрелу и казнили в тот же день. Священный мученик Карп совершил свой подвиг в 20 веке, подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Священный мученик Карп. Моли Бога о нас. Священный мученик Карп. Священный мученик Карп. Священный мученик Карп.